Я тут еще упустил насчет еврейства Сталина, да, был ли Сталин евреем. Гитлер имел еврейские корни, это точно установлено, да, Ленин имел еврейские корни тоже. Относительно, значит, матери Сталина, она, видите, не хотела заводить ребенка от спившегося мужа, после того, как двое детей были рождены слабыми и увели в младенчество. Когда мы будем говорить о Гитлере, аналогичная ситуация. Но она прислуживала богатым евреям. Не исключено, я еще раз говорю, я не буду говорить плохо о матери Сталина, что она захотелось хоть одного нормального ребенка и богуа вполне родить от одного из евреев, который прислужил. Причем есть к этому довольно реальный, вы видите, что отец Сталина ненавидел своего сына, да, и избивал мать. Тоже, вот, и на свою страну ее религиозность природа требовала продолжения рода своего единственного сына Сосо. Она ласково назвала Иосифа, когда он заболел оспой, она самоотверженно выходила. И еще, по мнению ордзинского историка, Сталин был антисемитом с детских лет. И антисемитом Сталина сделали отец сапожник, который завидовал богатым евреям сапожником, а также слухи о том, что его мать спит с богатыми евреями, которых подрабачивает прачкой. Есть предположение, что отец Сталина, Виссарион Иванович, был по национальности не грузин, а осетин. Ну, для нас это все равно, подумаешь, там, лицо кавказской национальности. Но между грузинами и осетинами существует, как говорится, разница. Да, помните, злая пуля осетина его во мраке догнала, да? Вот. И некоторые лингвисты пытаются перевести фамилию Джугашвили. Вообще-то, в принципе, сын мусорщика и сын дерьма, можно так выразиться. Вот тоже как Бельзевул, да? Как Бельзевул, хозяин. Хозяин мусорной кучи, хозяин дерьма. А в другой стороне Джугашвили считают, что это искаженно Джудашвили. Джудашвили – это сын еврея, да? Да, Джудашвили. И еще предполагают, что отец его был богатый еврей-купец Яков Эгнаташвили. Эгнаташвили. Он платил за обучение сосов в семинарии и вообще был его покровителем во всем. Кстати, этот еврей тоже приезжал в Москву уже во время, в Ла-Эстонию. И некоторые говорили, что это приехал то ли его папа, то ли его дедушка. Вот. Ну, вот такая вот история. А теперь мы говорим про Андропова, да? Значит, происхождение Андропова весьма туманно. Весьма туманно. И следует из семейного предания, что мать Юрия была учительницей музыки по фамилии Фанштейн. Фанштейн, как мы знаем, еврейская фамилия. Но в официальной версии это была сирота, усыновленная евреями, получившая такую фамилию. Отец абсолютно неизвестно. Про отца единственное известно, что он был рабочим. Вот. А дочь, мать его, якобы была удочерена богатым еврейским купцом. Значит, а отец работал на железной дороге. Фамилия Андропул – это измененная фамилия греческая Андропула. Андропула – это была фамилия его отчего. Помните студента Ивана Пула, которого приезжал Остав в Эндр? Пула – это составная часть многих греческих имен. Вот. Хорошо. Да. Значит, его сын, его сын был, да, от первого брака, был алкоголиком. Опять, очень такая параллельность со Сталином. Ну, возможно, есть такие родители, у которых просто дети должны были или наркоманами, или алкоголиками стать, иначе бы они просто или покончили же с убийством. Правда? При таком отце. Вот. В зарубежных кругах русской эмиграции всплывала другая фамилия Андропула – Урия Либерман, что очень похоже на правду. Так что вполне возможно, что его папа был неизвестным, как говорится, неизвестного отца. Помните, как родился от матери итальянки и неизвестного отца. Вы посмотрели этот фильм? Вот. «Закон есть закон» называется. Очень смешной такой фильм. Как они родословные, но точно, как наши евреи устанавливали. Да. Так что вполне возможно. Урия Либерман – его папа. Также, значит, знавший близко Андропова, подчеркиваю, ярко выражены семитские черты. То, что у нас делаются портреты, ну, вы знаете, они немножко подретушевываются. Они не всегда соответствуют тому. Значит, газета «Цайт» пишет, что Андропов, в отличие от других учеников Сталина, совсем не антисемит, ибо сам якобы полуеврей с материнской стороны. Подлинная биография Андропова остается тайной. Вот. Есть, по словам бывшего полковника КГБ, отец Андропова был не железнодорожником, а ювелиром. И это было выявлено при следующих обстоятельствах. Полковник этот КГБ руководил одной операцией, которую курировал лично Андропов. Прибыл на первый доклад и первое личное знакомство, полковник почувствовал холододок при расширении с шефом. Воспользуясь случаем, полковник решил поинтересоваться в ближайшем окружении традиции, негласно существующие при любом высокопоставленном начальнике. В ответ услышал, что ювелир, такая была кличка Андропова, любит получать в подарок, если недорогие, то изящные ювелирные издения. Подпольная кличка Андропова – ювелир. Бухгалтер. К следующему докладу полковник купил на всю свою зарплату подарок ювелиру. Искусство исполнены старинные серебряные посвящики. Андропов был доволен подношением и показал к полковнику пару ювелирных веществ, изготовленных его отцом. Железнодорожник. Свободная трубатура. Так что, скорее всего, отец его не железнодорожника – простой местечковый ювелир, который держал свою ловчонку по ремонту часов и ювелирных изделий на железнодорожной станции. Интересно, что Андропов пользовался различными магами, культистами, экстрасенсами для поддержания своего здоровья. Однажды случился такой случай. Писал очевидец. Андропов бы упал, если бы его не поддержал и не усадил на стул один из охранников. Другой принялся поглаживать его по голове. Все это продолжалось не более минуты. Потом Юрий Владимирович встал и, как ни в чем не бывало, попрощался с гостями. Этот загадочный охранник, похлапывавший Андропова по голове, был экстрасенсом, подпитывающим своей энергией болезненного шефа. То есть Юрий Владимирович пользовался нетрадиционной медициной и разбирался в различных вопросах наследственности и вырождения. Вы знаете, что во время его правления в КГБ появился такой диагноз – вялотекущая шизофрения. Я вам уже говорил, что мы все шизофреники, да? Но они в остром периоде другие – вялотекущие. Вообще это, конечно, нонсенс, вы сами понимаете. Но это было важно. Значит, Андропов говорил, значит, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Поэтому Андропов загонял в тюрьмы и психушки настоящих буйных, так как ему были дожди, чем должны вожаки, которые будут разрешать и в силу своих убеждений, но, прежде всего, в силу своей психической патологии. Авторства диагноза вялотекущая шизофрения приписывается академику Андрею Владимировичу Снежневскому, основоположнику репрессивной психиатрии. Слышали о таком репрессивной психиатрии? Вот любого из вас я могу определенные способы довести до растительного существования, что вы полностью забудете все. Ну, так, если вас будут кормить, ложку в рот положат, вы проглотите. Если подадут утку, вы сходите в туалет. Если не подадут, значит, и под себя сходите. Понимаете? Это очень просто. Надо дать инсулин. Инсулин, он впитывает в себя глюкозу. Мозг остается без глюкозы. Если это достаточно продолжительное время до того, как снова через капельницу ввести глюкозу, у вас будет просто стираться вся память. Очень хорошее и надежное. Да, благодаря инсулин. Вот Снежневский это и придумал. И называл это репрессивной психиатрией. То есть, местная репрессия. Зачем человека убивать, если его можно легко сделать идиотом? А потом, если придет какая-то комиссия, ничего доказывать не надо. Такой человек действительно уже идиот. Вот и все. Ну, а настоящим автором этого диагноза был австрийский психиатр Кронфельд, который эмигрировал из Австрии в Советский Союз после Альшлюса 1938 года. Он также писал вопрос о так называемых мягких формах шизофрении. В отличие от бурно-текущей шизофрении. Значит, в 1967 году в своем докладе Андропов, говоря о репрессиях, начался с 1937 года, говорил, что у руководства НКВД стояли враги и политические авантюристы. И по данным, значит, в рядах КГБ было 90 тысяч только штабных офицеров, 175 тысяч солдат пограничных войск. То есть это армия и государство внутри что? Государство. Значит, их число не сокращалось до 1991 года. То есть МВД КГБ мог выставить более чем 200-тысячную армию против беснующихся демократов. Вот так. По утверждению венгерских националистов, Юрий Андропов был масоном. Мы в Венгрии, видимо, изучали после 1956-1957 года. Да я, кстати, в 1956 году тоже был в Венгрии, в семье советских оккупантов. Вот. И первый иностранный язык, на котором я заговорил, был венгерский. Меня в 1956 году привезли, а я с бабушкой начал разговаривать по-венгерски. Она меня не понимала. Потому что я общался с венгерскими людьми. Мне было полгода, когда я поехал в Венгрию, и четыре года, когда меня оттуда вывезли. То есть по-венгерски и по-русски я говорился, что я совершенно ничего не помню. Если буду говорить когда-нибудь на языках по-венгерски, то не пугайтесь. Может быть, прорежется, да? И вот был, существует утверждение венгерских националистов, был масоном. Хорошо. Ну, в общем, самое страшное, что он готовил, это готовил операцию Голгофа. Видите, какое интересное название. Андропа готовил операцию Голгофа. Она должна была распадаться на три части. Первая часть. Системный развал существующего политического и экономического устройства советской страны. Что было успешно внедрено, как мы знаем, да? Вы поставьте себе гласность и перестройка. Как можно делать... Нет, перестройка и ускорение. Как это можно делать? Да? Вы можете себе делать ремонт машины, в это время ускорять до скорости 150 км в час, да? Вот такие идеи. Значит, первое. Системный развал существующего политического и экономического устройства советской страны. Второе. Переворот и форсирование внедрения капиталистической системы дикого типа. Что тоже практически почти было сделано, да? Значит, итак, первое. Развал советской социалистической системы. Второе. Внедрение капиталистической системы третьего типа. Третье. Направленное провоцирование хаоса и неразберегии, как следствием мобилизации масс на борьбу с властью под социалистическими лозунгами. Значит, капиталистическая система дикого типа, чтобы люди убедились, что капитализм это плохо, да? Потом полный хаос, развал экономики. На Украине это тоже практиковалось. К счастью, оранжевая революция это дело приостановила. И у нас некоторое время была политическая стабильность. Но сейчас, видите, я вам скажу, во многом, кстати, кризис, который сейчас существует, он создается искусственно. В частности, то, что сделали с банковской системой, это тоже кому-то выгодно. Итак, первое. Развал социалистической системы. Второе. Создание дикого капитализма. Ну, я кратко говорю. Создание дикого капитализма. Третье. Хаос и неразбериха, как средство мобилизации масс на борьбу с властью под социалистическими лозунгами. Ну, следующим этапом, естественно, был, должен был быть захват власти сильной личностью. Это было при многих революциях. Не думайте, что это шешало. Во время французской революции было такое. При приходе Гитлера к власти было такое. Это не новый сценарий. Это не что-то. Но это конкретно называлось, да, Голгофа. Просто Юрий Владимирович Андропов не успел все это воплотить в жизнь. На все политические вещи ему оставалось всего 15 месяцев. К счастью. Я еще раз не знаю, каким образом он там умер. Вот. И я думаю, что это была Божья воля. Возможно, во время, когда он был болезненным человеком, в принципе, он болел почками. Но его сделали так, что он долго не болел. Не мучился. Да. Андропов, помните, при Андропове, да, был этот сухой закон, уничтожали виноградники, вырубали. А это тоже способствует, помните, русский народ любит пить, и хорошо. Да, и это тоже способствовало тому, чтобы создать всякие неприятности. А кроме того, даже такие вещи, что были проверки посетителей кафе, магазинов, кинотеатров, чтобы выявить тех, кто должен был быть на работе. А вместо этого совершил прогул и находился в рабочее время. Например, в очереди за дефицитными товарами или в кафе. Ну, как вы думаете? Это для чего? Для того, чтобы еще больше озлобить людей. Да, чисто. В конце концов, дело директора моего, где я нахожусь, на работе или на работе. Он еще рыбный день сделал, да? Да, но рыбный день немножко раньше было. Вот. Ну, еще, да. И еще, что самое главное, и что его, видите, тоже отличает как Антихриста, то, что он люто ненавидел верующих. Он люто ненавидел и репрессировал верующих. Андропов. Весной 1982 года Андропов заявил, что уцелевшие от репрессий диссиденты ушли в церковь, и поэтому необходимо очистить церковные ряды. Начались аресты христиан. КГБ получил от Андропова указание погуганчить с религиозным экстремизмом. Ну, и сейчас у нас есть, видите, пугают сектами, да, тоталитарными и так далее. Вот тогда-то доходило до того, что вот ненавидел католиков. Я считаю, в общем, более 10 тысяч женщин, девушек, католичек были арестованы, и они отправлялись в концентрационные лагеря. Да, да, это в наше время, представьте. Просто мы ничего не об этом не знали. И их там специально опускали. Их опускали до такой степени в физическом смысле. То есть насиловали женский гомосексуализм, как вы знаете, существует в тюрьмах. Что они кончали жизнь самоубийством. Для девушки-католички покончить жизнь самоубийством, вы знаете, это страшно. Но то, что над ними делали, еще страшнее. Вы знаете, что самым последним народом, который был возвращен из ссылки, это уже были возвращены все народы, и чеченцы, и другие репрессионные народы. Самым последним, это мой народ. Крымские татары. И крымские татары до сих пор не могут найти места на своей земле. Помните, что крымских татар выселил Сталин, да? Это были ужасные вещи. Когда ночью приезжали войска НКВД, окружали деревню. Вот как Гитлер это делал, да? Включали прожекторы, собирали всех людей до площади, сажали их. И везли в поезда, в теплушки. А навстречу везли переселенцев с Украины, с Белоруссии, с России. И те приходили, и буквально в домах лежали вещи, детские игрушки. Вот. А татар привозили в Казахстан, вывозили и выбрасывали в голые степи, где нету ничего, ни воды. Вот. Живите, как хотите. Не имея ни денег, ни инструментов, ничего для жизни. Можете себе представить, что происходило? Поэтому мы татары злые и злопамятные. Вот. И до сих пор, видите, Крым это... Многие не знают, что караимы... Это было очень сильно... Цари, цари у караимских патриархов просили благословения. Хотя караимы были и иудеи. Артек был построен одной караимской женщиной, меценатом. С тем, что там это был лагерь для оздоровления детей, не только были татарские дети и еврейские, а и русские дети. И так далее. Крым это и есть страна караимов, да? Крым, страна караимов. Страшные вещи. Наш народ где-то насчитывал 30 тысяч человек, и осталось всего лишь около тысячи человек. Мы вообще были на грани исчезновения. Где-то в 85-м году нас насчитывалось 850-900 человек по всей земле. К началу 21-го века нас уже было тысячу, а сейчас 1200. Но вот была перепись 2002-го года, я записал себя караимом. Вот. Так что вот такая история нашего народа. Нас уничтожал Гитлер, потому что мы были евреями. Нас уничтожал Сталин, потому что мы были татарами. И до сих пор еще много татар в казахстане есть, они так и не вернулись домой. Страшные вещи. И вот это борьба с религиозным экстремизмом. В первом номере уже, значит, журнала, вышедшего в 82-м году, описывается формирующий новый тип верующего. Это молодежь и люди среднего возраста, со средним или высшим образованием, с высоким уровнем общей культуры и производственной квалификации. Особенно заметным, это журнал «Информационный бюллетень», особенно заметным, этот новый тип верующего становится в христианском секстанте, как процент молодежи в общинах баптистов, пятидесятников, иегонистов, менонитов и того подобных, два-три раза выше, чем в других религиозных организациях. Кто такие менониты, знаете? Пишите слово «равняется» – штунда. Менониты и штунда. Это тоже баптистское направление, но более древнее. Итак, кто должен был быть уничтожен в первую очередь? Это молодежь в общинах баптистов, пятидесятников и эгоистов, менонитов и тому подобное. Это речь идет о плане уничтожения верующих, который начал проводить товарищ Андропов с 1982 года. Менониты – это штунда? Менониты – это штунда. Или равняется штунда, может написать. У нас название такое, даю слово. Штунда, да. Хорошо. Ну, так вот написано. Я вам цитату из журнала привел. Значит, специальная статья была посвящена так называемому религиозному экстремизму. И писала, что религиозный экстремизм не связан с каким-либо определенным религиозным направлением. Значит, экстремисты – элементы были, прежде всего, не зарегистрированы в религиозных общинах Совета Церквей Евангельских, хребтиан, баптистов, адвентистов, реформистов и крайних пятидесятников. Знаете, что у нас есть? Штунда и есть Менониты. Мено, был голландский, ну, как сказать, анабаптист-перекрещенец, из которых потом пошли баптисты. Последователи его из Голландии были исключены. Они переехали в Германию. Так как они выступали против, вот наши баптисты отсюда как раз взяли, против того, чтобы брать в руку оружие и давать какие-либо военные клятвы, да? Значит, они подвергались преследованию. Екатерина II поселила вот этих германских, голландских выходцев в России, на юге Украины. Помните? И они проводили евангелизационную деятельность. Так как у них основная задача была изучение штуда, штудировать, да, Библию, их и назвали штунда. Да, ну, Библию, Писание, Евангелие, да, как хотите называть. Хорошо. Итак, значит, прежде всего, нерегистрированных, у нас тоже, видите, есть нерегистрированные до сих пор, да? И вот, прежде всего, из Совета Церквей Евангельских, христиан-баптистов, адвентистов-реформаторов и крайних пятидесятников. Остречительная особенность религиозного экстремизма считается стремление к крайним провокационным действиям, направленным к укреплению и возрождению религиозности, стремление оредиться в тогу борцов за права верующих в Советском Союзе. Видите, как это? Было запрещено религиозное общество, а также, значит, религиозная пропаганда за пределами молитвенных домов, попытка создать нерегальные типографии, ввозить в Библию, распространять Библию, распространять Евангелие, а также школы для коллективного обучения детей религии. Все это было запрещено. И это было не когда-нибудь в древности и не при ужасном сталинском режиме, а уже после того, как объявили гласность, перестройку, правда? Да, вот такие вот вещи. Для нас, для меня это совсем недавно, вы знаете. Для меня это совсем недавно. Итак, значит, все вот эти люди, которые были перечислены, они должны были быть изолированы, а затем и физически уничтожены. Причем удар основной должен был быть направлен не на старых верующих, а именно на молодежь. Именно на молодежь. Партийным работникам душа, что религиозные экстремисты – это орудие империалистической спецслужбы. Делая ставку на религиозных экстремистов, империалистические спецслужбы занимаются подстрекательской деятельностью, провоцируют верующих на борьбу с советским законодательством, о религиозных культах, оказывают им моральную и материальную поддержку, снабжают религиозной литературой, множительной аппаратурой, деньгами и так далее. Партийные руководители должны были видеть религиозных экстремистов, людей, которые действуют по указке иностранных спецслужб и являются их платными агентами. В 1983 году был принят такой материал о вреде религии сегодня. В нем утверждалось, что особый вред наносят сектантские организации. Это опять баптисты, адвентисты, пятидесятники, свидетели Иеговы и так далее. В которых культивируется отчуждение от мира, практикуются различные формы религиозного обособления, отказ от браков с неверующими, инаковерующими, от чтения мирской литературы, посещения театров, кино и от участия в общественной жизни, от службы в армии и от выборов органов власти. То есть он считал, что всякий, кто не поддерживает коммунизм, является союзником буржуазии. Вот такой страшный человек. Благословен Господь, что он умер. И, говорим о Сталина, крымские татары были насильствами выездить со своей родины, были все реабилитированы, в том числе сильные чеченцы, но крымские татары до сих пор остались униженными и оскорбленными. Осенью 83-го года Андропов забоял, и 9 февраля 2004 года скончался. Так как мы видим, он процарствовал всего лишь 15 месяцев. Ну, про него есть много анекдотов. Тут у меня есть подборка анекдотов. Как-то рассказывают, что у него в кабинете висел портрет Пушкина. И кто-то у него спросил, Юрий Владимирович, а почему Пушкина? Почему не Гурницкого, Дзержинского или Меджинского? Почему именно Пушкина? Так ведь Пушкин первый сказал. Души прекрасные порывы. Вот так. Андропов представлен к Нобелевской премии за величайшее открытие в области физики. Скорость стука превышает скорость звука. Появилась новая физическая единица – один Андроп, который равен семи годам. С наступающим Новым годом люди друг друга поздравляют так. С Новым 1937 годом! Все, вон, не будем. Ну, вот его стихи. Стихи Андропова лично, которые он написал. Значит, он еще был поэтом. Кстати, именно Андропов курировал вот это Юлиана Семенова, помню, 17 «Вновение весны». Это все сделано на основе действительных фактов. Штирлиц действительно такой есть, был вернее. Он, кстати, умер и похоронен в Иерусалиме. Как вы знаете, потому что он был еврей. Кто-то уже догадался. А Андропову лично, да, лично все это дело курил. Вот так вот, какие стихи у Андропова. «Мы бренны в этом мире под луной. Жизнь только миг, небытие навеки. Кружится во вселенной шар земной, Живут и исчезают человеки». Вот о чем он думал. Свободная от работы время. Теперь фашизм. Следующий пункционал, во сколько он с времени? Шесть. Фашизм. Ну, как вы знаете, первый пророк фашизма это был Зараастр, он же Зардушт, и он же Заратуштра. Вот, вспомните Ницше, да, он все опирался на высказывания этого человека. Он сделал, сочинил такую книгу, так говорил Заратуштра, помните? Итак, Зардушт, Заратуштра, или Зараастр. Это тот же самый, один и тот же человек. Да, Зараастризм. Это как манихейство. Значит, неизвестно точно, когда он родился, потому что это был древний. Платон относит к 6400 году от Рождества Христова. Я не знаю, это уже слишком дата далекая, да? Вот, по крайней мере, родился он в городе Раи, провинция Бактрия. Перед его рождением его мать Дагдо видела священный речесон с предсказанием святой мессии, мессии ее будущего сына. Как говорят, Заратуштра родился с улыбкой на устах, и его аура своим светом озарила весь город. Заратуштра, Заратуштра, ну, скорее всего, он жил где-то в Эвердор, в то же время, как и Будда, да? До нашей эры, но точно дата неизвестна. А в какой стране? На территории Ирана. Ирана, Афганистана. Заратуштра победил свое учение в Восточном Иране, Средней Азии и на территории современного Афганистана. Источником биографических сведений о Заратуштре является тринадцатая книга о Весты. Овеста – это древнее писание, да, персидское. Говорят, что новорожденный Заратуштра не плакал, как все дети, а смеялся. В настоящее время существует такое психический синдром, который называется смех Заратуштре и относится к психопатологии. Маги хотели его уничтожить, бросили в костер, но он чудесным образом спасся. Кстати, в религиозной мифологии евреев тоже есть такое про Моисея. Не, про Авраама, помните? Авраама, да, пытались бросить в костер, но он остался живой. В семь лет Заратушта проявлял выдающиеся способности, а в пятнадцать лет его мудрость и благочестие были несравненные. Рассказано также, что природа с ликованием приветствовала его рождение. Вот что-то вроде того, как родился Христос, то и ангелы пели. Лишь злобный дуро-сарун Сарун и его отвратительная шайка встретили его страшным раздражением и прибегли к бесчисленным уловкам, пытаясь убить ребенка. Точно, как сказка об ироде, да? Но каждый раз их планы расстраивались благодаря вмешательству свыше. Когда Заратуша исправил семь лет, его учитель Куруш посвятил его оккультной тайной маздейской веры. В возрасте 15 лет он был удостоен священного маздейского пояса. Ну, это религия солнца, да? Религия солнца. Ахура Мазда божество солнечное называлось Ахура Мазда. Вот, может, машина Мазда тоже отсюда? Скорее всего. Значит, Заратуша убедился, что получил откровение от Ахура Мазды и приступил к осуществлению своей миссии по реформирующей существующей в стране маздейской веры. Чтобы распространить новую религию, он должен был бежать из родных мест искать убежище в соседнем королевстве. Там придворные жрецы и маги навесили на него ярлык колдуна и заключили в тюрьму. Но наперекор магам Заратуша обратил свою веру царя Виштаспу с чудесной царским советником, имел трех жен, оставил четырех дочерей и шестерых сыновей. Благодаря его чудесам все в конце концов уверовали в святость Заратушстве. Призванный великим пророком он упразднил древних богов персидского патиона и утвердил единобожие единого и подлинного владыку Ахура Мазду. Его учение было принято персидским королем Виштаспы и реформированная маздейская вера или зороастризм с тех пор стала национальной религией Ирана. Она такой оставалась, потому что в Иране были христиане и зороастрийцы до прихода ислама. Ну, позднее, естественно, стала единственной религией ислам. В течение многих лет она господствовала большая часть цивилизованного мира и оказала свое влияние на все последующие мировые религии. Со времен Заратушту стали чтить как полубога. В возрасте 70 лет он погиб от руки исконного врага Чародея Тур и Брадар Вакша. Да. Но интересно, что древнейшие историки Геродот и Брэс не упоминают Заратушту, а Плиний, упоминая его, ссылается на Евдокса Кницкого. То есть, такая вот полумифическая, может быть, существовавшая фигура. Больше о нем ничего не известно, кроме вот этих высказок, которые записаны были в книге Авеста. Второй человек, который сыграл, так сказать, роль, это лжепророк от музыки Вагнер, Вильгельм Рихард Вагнер, немецкий композитор, дирижер, музыкальный и театральный деятель. Родился 22 мая 1813 года в Лейпциге в чиновичьей семье. Сама фамилия Вагнер это от слова Вагейнер, то есть каретник. Это еврейская фамилия, но тоже из семьи крещенных евреев. Вот видите его лицо, которое имело явные семейские черты лица. Однажды случился такой удивительный случай. Коменданту Праги приказали, был в Праге большой театр вроде нашего театра и там стояло много бюстов композиторов. И стало известно, что некоторые из этих композиторов евреи. Так как ковендант Праги не знал кто из них еврей, но решил положиться на собственную интуицию, он выбрал одного гада с явно семейскими чертами и выкинул его статуи. и разбил публично. Из-за чего меня загремел на Восточный фронт? Потому что был любимый композитор Гитлера Вагнер. Он написал ряд опер Увертиру Фауст, Летучий Голландец, в 1943-1949 год работал дирижером придворного театра в Дрездене, также создал оперу Тристан Изольда, Валькирия, Золотая Рейна по ряду древних германских сказаний, а затем по приглашению баварского короля Людия Второго, который тоже, скорее всего, был гомоксессуалистом и сумасшедшим. У меня есть фильм про него, тоже можете посмотреть. Занимался тоже оккультной практикой, сходил с ума, вот у него замок был построен, кстати, вот это Лебединое озеро Чайковского, это тоже под влиянием вот этого замка, где у него был замок с лебедями и так далее. Да, в 74-м завершил кольцо Нибелунгов, Зигфрид и гибель богов. Ну, своего рода он был, конечно, талантливый, талантливейший человек, но он люто ненавидел евреев, почему? Потому что евреи вначале оказали ему покровительство, затем это покровительство было снято и он оказался без денег и он был очень жадный, он был очень такой злопамятный человек и он возненавидел евреев. Кстати, он первый сказал, что евреев надо травить как тараканов и в витлеровских концентрационных лагерях использовали вот этот газ циклон, который первоначально именно должен был быть как инсекцицид. Так что его пророчество сбылось. Это был действительно такой пророк музыки, что во время его концерта люди буквально сходили с ума. Вот как сейчас от тяжелого рока, но тогда публика, они ходили, сейчас-то нет, сейчас есть боли. Мы просто уже привыкли, знаете, как наркоман, который привыкает к определенным вещам, а потом надо им больше дозу давать. Но в те времена люди буквально оказываются под гипнозом. Под гипнозом. Есть про него ряд анекдотов. Как-то познакомивши Рихард Вагнер и Роберт Шуман провели вместе около часа. После этой встречи Вагнер всем рассказывал. Шуман прекрасный музыкант, благороднейший человек, жаль только, что слишком молчаливый. А Шуман сообщал знакомым. Наконец-то познакомился с Вагнером, мне он очень понравился. Одно только плохо, уж слишком разговорчивый. Когда Вагнер поехал в Лондон, его познакомились с неким лордом Питкиным, который всюду объявлялся его большим поклонником вагнеровской музыки. Узнав от композитора, когда состоится его концерт, аристократ вознамерился посетить его. После концерта Вагнера пригласили на великосветский прием, где лорд Питкин от всей души поздравил с успехом, говоря, честно говоря, сэр, я еще никогда в жизни так не смеялся, обратился лорд Питкин к композитору. Поверьте, прошло около получаса, пока я узнал вас в вышном парике с лицом выкрашенным в черный цвет. Оказалось, что меломан перепутал концертные залы и попал на выступление негречанского оркестра. А в эфире выучился в поддегар косыл, да? Вот так вот. Да, ну это Лебединое озеро, там у него тоже есть такой момент, значит, когда там герой должен, ну не, Лебединое озеро Чайковский из его либретто просто взял. Но у него есть там один герой и должен плыть на Лебеди по сцене. И первый исполнитель партии Лоен Грина Йозеф Тичачек отпустил шутку, бессмертишую его. Однажды, стоя за кулисами, он готовился к выходу. Лоен Грин должен был выплывать на сцену в ладье с запряженной лебедем. Но рабочий запустил лебедя раньше и ладья оказалась на сцене без певца. Тогда Тичачек не возбудиво спросил у рабочей сцены скажи любезный а когда отходит следующий лебедь? Вот так. Про Вагнера одни говорят что он был сыном сосонского чиновника Карла Вагнера или Вагенера или возможно актера Людвига Гейера. Гейера. Потому что имя Гейера он носил до 14 лет фамилия Гейер. То есть неизвестно может он родился от чиновника Вагнера может от еврейского артиста. А так же как вопрос с Андроповым. До сих пор открыт. Вот значит вот и биографии. Значит мы считаем что Вагнер назвал себя таким сомнительным именем Гейер что означает Коршун это уже почти как Адлер Орел восклицал Ницше. А Адлер тоже является довольно распространенной фамилией среди немецких евреев. Так же как и фамилии Шперлинг Воробей Опт Гусь Штраус Страус или вообще Вогель Птица. А так же значение Коршун имеет значение переносное значение Хищник Ростовщик. И возможно это относилось по происхождению отчима Рихарда Вагнера. Значит в 1850 году когда Вагнеру было 37 лет значит он явно выросил значит свое явление антисемитизма. Антисемитизма. Жадность фраера сгубила. В 1937 году он никому неизвестный музыкант завязал в отношении с Майербером который был на 20 лет его старше и в ту эпоху был королем европейской оперы. Сначала Майербер стал для Вагнера богом творчества немецкого и мирового. В одной статье Вагнер ставил Майербера с глюком Генделем и Муцартом как вы знаете все ребята тоже были наши люди вот и со старинными немецкими предшественниками Майербер помог ему с истинным великодушием ввел его музыкальные круги и одолжил денег ну хочется иметь врага одолжи его денег да знаете типа